...конструирование советской версии большой науки и заграничных впечатлений обменских языков... ...последствия... Добрый день, дорогие коллеги. Доклад, который я хочу представить вашему вниманию, возник в качестве побочного эффекта большого коллективного проекта, реализуемого патегидой Центра гуманитарных исследований Российской Академии Народного хозяйства и службы, при поддержке фонда Михаила Кокорова, на протяжении двух последних лет. Мы с коллегами второй год сидим в поле Кожлинске и делим серию глубинных биографических интервью у сотрудников СССР и научно-исследовательских институтов, которые там размещаются. Целью этого проекта ни разу не являлась изучение международных контактов советских ученых или влияние этой контактной поверхности на структурирование советской науки в контакте советского, но тем не менее. В ходе работы в рамках данного проекта руки не регулярно пропадают как визуальные источники, как мы оказываемся в специфических коммуникативных ситуациях, когда для наших собеседников возможность говорения, определения и выявления советского в науке и какого-то позиционирования советской науки в том или ином контексте оказывается связано с зоной международных контактов и взаимодействий. Соответственно, я хотела построить свой доклад в три этапа, если фейл, три стартера кейса, разбор в контекстах и разговор, собственно, о дискурсивных операциях, которые позволяют, так или иначе, писать поле операции советским в той поверхности, которой они интересуют. Первый кейс обратил мое внимание на себя тем, что мой собеседник, лучший директор Главного для Органского физико-энергетического института, Алия Дмитриевич Казачковский, в ходе интервью, в довольно непривычной для него манере, рассуждая о вполне себе идеологических категориях, о преимуществах советского строя для реализации крупномасштабных научных проектов, то есть того, что принято называть большой наукой, неожиданно и неоднократно, первый раз неожиданно для меня, неоднократно на протяжении нашей 20-ти бесед с ним, который весьма в течение было с лишним, добавляет к характеристике преимуществ советского строя для реализации крупномасштабных научных проектов, описание акуминопатичной сцены, на которой он эти речи произносил. Оба раза он ссылается на китайцев, перед которыми он говорил подобные речи, апеллируя к разделенной общности убеждений. Второй случай, который мне хотелось бы отослать, это рассказ уже другого, я бы сказала, высшего управленца этого же самого физико-энергетического института, Виктора Владимировича Орлова, который, рассказывая о пульске одного из крупнейших проектов института, реактора ВН-350 в городе Шевченко, приводит вот такую анекдотическую историю. И в этом смысле меня интересует не столько проблематизация или как бы номинация советских стали, которые не пухнут, сколько комментариев, которые Орлов делает в конце своей реплики, описывая действия вполне себе компетентного человека Анатолия Ефимовича Тимофеева, когда он говорит о том, что он просто не знал этого. То есть чего именно не знал Тимофеев? Того, что стали пухнуть на самом деле под воздействием реактивной агрессивной следы? Или того, как об этом стоит говорить и в каких случаях? Сами мои собеседники, в принципе, не очень активно апеллируют к конструкту советские при описании научного. Но это не означает, что они не делают ту нарубку, которую они производили советской. И то, как они это делают, частично будет меня интересовать сегодня. И, наконец, последний случай, о котором мне хотелось бы рассказать, это ситуация, когда несколько недель тому назад в ситуации авторизации интервью я рассказала своего информанта о том, как я читала газеты, Кубнинские газеты, Кубнинскую городскую газету «Вперед!» в местном музее. И пересказала ему серию высказываний его коллеги по институту, Два Почеткова, который в 67-м году в течение двух недель совершал подъездку по атомным центрам США и публиковался в местной газете на протяжении пяти или шести выпусков с занятами о своем научном путешествии. Периодически воспроизводимой темой был некоторый диссонанс между степенью открытости советских атомных конституций. Мы показывали американцам все. и относительной закрытостью американских ядерных центров в ситуации ответного визита советских ученых. Когда я рассказала своему собеседнику об этой ситуации, он достаточно напрягся и сказал мне, что я что-то путаю и говорю неправильно. Я ему сказала, что я ничего не путаю, потому что я ему просто пересказывала содержание местной газеты. И в следующий раз я принесла даже буднейшие цитаты и прочитала ему это все. Он сказал, что я все равно что-то опытаю, потому что такого не было. Потому что в его случае, а он бывал в Соединенных Штатах более 15 раз, ни разу американские коллеги не утаивали от него никакой нужной информации. В этом случае я хотела бы сформулировать серию вопросов. Меня интересует, если начинать с конца, какие позиции занимают мои собеседники и собеседники моих коллег по лаборатору в той ситуации, когда они начинают работать и прорабатывать специфический статус советской науки в момент ее интернациализации, Какие позиции они занимаются в тот момент, когда они говорят о преимуществах советского строя при реализации этих масштабных программ? Какие позиции они занимаются в тот момент, когда они говорят о контакте? Очевидно, и второй, и третий случай позволяют говорить о некоторых специфических моральных, локальных моральных порядках, которые возникают в этой ситуации. Таким образом, вопрос о позициях. Второй вопрос – это вопрос об операциях. Какие действия они совершаются в тот момент, когда они придают сцентрическому проекту специфику, когда они совершают специальный идеологический тюнинг? Ну, и придают ему некоторые характеристики советского, и что это за параметры и характеристики? И, наконец, каким образом сама зона контакта становится устройством особого рода в каких-то случаях дискуссивных, в каких-то случаях оптических, в каких-то случаях оптических для построения вот той системы координат, в которой советская наука может быть определена. В своем тексте, вложенном в Dropbox, я обозначила несколько контекстов, которые кажутся мне принципиальными для разговора аккуратно на этот счет. Во-первых, это локальный лубинский контекст, место, которое начиналось с работ немецких ученых, место, в котором первые научные разговоры ввести в немецком языке, место, где в 64-м году был возможен приезд американских коллег с женами, перед вами одна фотография из семейного архива, место, где шла драка за подписные наручные издания на иностранных языках, и одновременно полк закрытого с 7-6-го города свежего министра поля. Во-вторых, на 5-й, я рисовала контекст, в котором проблематизируется советское первенство, и я полагала, что специфический статус этой открытости, закрытости в немецкой науке был связан с тем, что она была обучена на особых поверхностях, связанных с продвижением крупномасштабных научных проектов, описанных в категории большой науки, в качестве модели для экспорта советского и демонстрации советского первенства. Любопытно, что стартовая точка в этой системе координат в какой-то степени связана с Овненским, выделяясь с Овненским первый случай демонстрации нового проекта советского первенства, потому что принят Дмитрия Ивановича Бладхитова на первой женерской конференции по Мирному судебному анюансам. Соответственно, очевидно, что эта ситуация не столь однозначна, поскольку высказывания советских физиков, которые экспортируют свое первенство в зонах международной коммуникации, тем самым, производя советское в глобальной перспективе координат, которое формируется при переходе от достаточно ксенокопной конструкции советского терминства в науке и борьбы с зеленым под основным политизмом, к производству советского в системе вкладов в мировую науку. И этот проект стартует в середине 50-х, он занимает в нем особое место. Вот, соответственно, режимы я постаралась поподробнее описать в своем новом тексте и планировалась здесь в большей степени говорить об операциях. Если я не смогу говорить о нем подробно, то я смогу, по крайней мере, отослать основным зонам, в которых производится и проблематизируется специфический статус науки, который делают мои собеседники по отношению к контактам с данным. Первое, это, конечно, режимы легитимации заимствований в этой контактной сфере. Тема научного шпионажа и более гибких и мягких систем заимствования является здесь ключевой. По отношению к большому советскому атомному проекту мои собеседники достаточно легко артикулируют ситуацию радикального и глобального заимствования. Чем ближе они подходят к своей собственной науке, тем более мягким, сложным, гибким оказывается тот язык, который они используют. В той зоне научной специализации, где физико-энергетический институт считается одним из мировых лидеров в области экспорта технологий реакторов на быстрых нейтронах, ситуация оказывается еще более сложной. И, наконец, наиболее конфликтной оказывается зона, где мои собеседники пытаются каким-то образом обозначить свою позицию относительно тех немецких ученых, с которых начиналась секретная лаборатория Б, то есть, с которой, собственно говоря, и начался обмен в обменской науке. Здесь они фактически отрицают и почти не признают влияние немецких специалистов на ту конфигурацию науки, которая возникает. Второй момент, который меня интересовал, это момент, который связан с конфигурацией советского первенства, с той версии, которая реализуется моими собеседниками. Я только скажу, что этот проект реализуется в невероятно сложной форме позиционных, дискурсивных торгов. Вот в этом фрагменте я постаралась выделить моменты хронологического первенства, первенства в области качества, при рассуждении заимствований советских, причем я этого не понимаю, что, честно, до какой степени эффективных заимствований французской технологии изготовления парой гемераторов для поздних версий реактора, когда мы, конечно, первые, но французы лучшие, но, тем не менее, мы были первыми. И в этом случае бесконечная игра первым и лучшим становится одним из важных ресурсов для управления первенством. И, наконец, последний момент, я думаю, что я уже здесь, это последний сюжет, в котором идет проработка этих специфических содержаний, может быть, наиболее внятно артикулированных и отличающих советскую наруку от, собственно говоря, не советской. Я бы сказала, что новая конструкция научного первенства, которая опублируется, кстати, в середине 50-х годов, в том числе и на площадке Первой Женевы, предлагает взамен эссенциалистского и абсолютного критерия от отличия советской науки критерий религационный. Это такая же наука, как и всякая другая мировая, только лучше. Вот здесь возникает вопрос, в чем лучше. И я бы сказала, что мои собеседники называют два основных параметра. Это способность поддерживать долгосрочную программу научных исследований, долгосрочную, масштабную и затратную. И второе, это специфический социальный дисплей советской науки, возможность наиболее оптимально реализовывать коллективные проекты. Если со вторым моментом, вроде как, мы из Западной Коррегии и эксперты в области культурной истории советской атомной энергетики не спорят, то по части первого вопроса возникает серьезный вопрос. На сегодняшний день Россия остается одним, чуть ли не единственным игроком в мире на поле производства технологий реакторов на пустых нейтронах. То есть, собственно говоря, той технологии, в которой специализируется обминский физико-энергетический институт. Эти реакторы считались 50 лет назад и продолжают считаться сегодня реакторами будущего. Англичане поняли, что эти реакторы являются реакторами будущего лет через 7 и закрыли свою программу быстрых реакторов. Американцы поняли, что реакторы на быстрых нейтронах являются реакторами будущего лет через 15 и закрыли свою программу. Дольше всех продержались французы. То есть, они верили в то, что реакторы будущего могут стать реакторами сегодняшнего дня. Там есть несколько минут пока нерешенных технологических вопросов. Но, тем не менее, и программа с «Фениксом» и «Суперфениксом» двумя французскими реакторами на быстрых нейтронах были закрыты. Советские, то есть, продолжающие и российские программы реакторов на быстрых нейтронах, по сути дела, остаются единственной. Японцы немного еще играют на этой территории, но чуть-чуть по-другому. Соответственно, перед нами чуть ли не единственная сохраненная с 50-х годов технология, ориентированная на то, что существующие сегодня, вчера и 50 лет назад трудности будут решены как не сегодня, так завтра. Этот момент мои собеседники опознают и артикулируют в качестве специфического для советских научных программ программ, но они отказываются признать наличие в этом моменте утопического компонента. Для их заповедных изолит это есть не что иное, как доказательство утопичности больших проектов советской науки и исследований советского качества. Спасибо большое. 8 минут за вопросы, комментарии, подключения. Пожалуйста, испаните. Спасибо за очень интересный прогноз. У меня такой вопрос. Вы работаете в советске, вы концептуризируете советские в применении постсоветских, в принципе, и открываете контекст западного объявления советского. То есть вопрос соотношения этой формации советского с другими вариантами. Я, прежде всего, имею в виду 1920-30-40-х годов, потому что мы можем говорить о других конфигурациях и других взаимоотношениях, в том числе и с международным западным сообществам. Как вы позиционируете именно этот вариант в отношении предыдущих своих советских? И было бы взаимоотношения, в принципе, даже если мы говорим о каких-то, о какой-то преемственности персональной. Спасибо. Сложно отвечать на этот вопрос быстро и, если угодно, я могу сказать, более разъемный потом. Отвечать на этот вопрос можно из перспективы исследования в области ягодной физики. Это будет один вопрос, ответ на вопрос. И тогда я буду говорить о том, что научный руководитель физико-энергетического института стажировался в 30-30 года в лаборатории из-за гризисфорда. И этот связь сохранился и стал одним из элементов лога диагностичности. Можно отвечать на этот вопрос из перспективы соотношения науки техники. И тогда можно говорить о том, что в 20-30-е годы советский союз претендовал на освоение технического поля. Тогда в 30-е годы появляются специфические на объемке отрасли, такие как космос, атомная энергетика, ну, собственно, атомная отрасль, атомная энергетика, атомная медицина, в которых науко-юмкий компонент оказывается специфическим и, может быть, атомщики проговаривают его как наиболее доминантный. Этого образования, ну, то есть здесь имеет смысл искать не столько сходства, ну, то есть не столько протяженности, сколько разрыв. Точно так же разрыв даже не между 20-ми и 30-ми, а между, например, концом 40-х и серединой 50-х, имеет смысл искать свободную фигурацию советского первенства, о чем я попыталась сказать. 40-е годы дают на посенциалистский проект советского первенства с указанием некоторой родовой, отличие непередолимое, непроходимое отличие, оно лучше одному строю, а оно лучше другого. В 50-е годы опробируются иного рода и социальный, и дискуссивный, и коммуникативный, и геологический проект, активными игроками на которого остановится на сессии. А сейчас у меня, потом Александр, и потом... Да, на 7 минут, я не знаю, как вам было, давайте сначала вопрос и соблюдать, лучше всего, наверное, вопрос и ответ, потому что иначе они по ним теряются. Я буду очень рада, может быть, задающие вопросы тоже будут рады. Вопрос у меня очень рад, спасибо большое за отношение к тебе. У меня есть вопрос насчет больших собеседников, есть ли женщин, среди женщин, и как они по-другому позиционируются к понятию советской науки и к отношению народа к западу. Ну вот, благодаря присутствующим здесь Саше Посадковной, в среде тех, кто рассказывает о жизни физического и энергетического института, появляется в большом количестве женщина. До этого, до появления Саши, я беседовала только со мной, но в моем смысле, наверное, в основном, были мужчины, но у женщин другая роль. Показателем пример семьи одного из ведущих физиков-теоретиков этого института, Льва Усачева, он был выездным, жена была не выездной, секретной. Одновременно в рамках одного института зарабатывалось несколько программ, некоторые из которых были показательно открытыми и экспортами, а некоторые закрытыми и монетами. То есть, вот эта игра открытости и закрытости является определяющей, ну, то есть, для разговора о производстве советского в целом, атомной науки вообще и энергетики в частности. У меня тоже было очень коротких вопросов. Первый – это дисциплинарный момент, потому что вот тот народник, который вы только распухлили и показали, точно такой же есть у математиков, у историков я тоже слышал, что вот количество методов, да, там, вы в Новосибирске и тра-ля-ля, знали американцы, плеометрику, но вот в этих дисциплинарных неративах тоже, да, то есть, выбран ли вами именно ядерный момент, самый такой показательный, если что, норма всего закручена, да, то есть, если будет компрессивная страна. И второе – не работали вот в этих дискурсах внутри, а общий механизм тоже незаметный по-другим, включая гуманитариев, компенсаторность, да, типа мы как бы немножко отстаем, и у нас это как-то иначе, но это же наше преимущество одни, потому что вот то же самое повторяется отчасти, ну, с словом меньше, а вот историков, как мы, у математиков, вот как бы не в технологическом плане, но вот этот момент мы отстаем, но зато как-бы это дает нам кондикатор? Я… Спасибо большое. Отвечая на первый вопрос, специальных компаративов здесь не проводилось, я повторяю, что этот сюжет подбочный кейс, что проекта, который был в Локальном облике, но в рамках облицкого проекта компаративные что-то еще есть, там облицовы, там облицовы, там облицовы, зависимые будут, как облицовы, по проекту, который идет. Соответственно, что касается дисциплинарной принадлежности, у физиков была своя специфика. В тексте, который выложил в Тромбоксе, я постаралась проговорить, почему у атомной энергетики, это не только мое мнение, там ссылаясь на Джозефсона или Суслана Смитта или кого-то еще, почему у атомной энергетики была фора в этой зоне, она была одновременно поднимающейся и опознавальной в качестве большой науки, спрос на которую не дарят на кусок, большая наука связывалась с большими социальными изменениями. от нее ожидалась большая социальная фора и буквально преображение социальной реальности и решение глобальных проблем. С другой стороны, она была связана с атомным планетом и конвертировала страхи и напряжения, которые существуют в военной зоне в мирную зону, что тоже создавало специфическую площадку. И в этом смысле она стала идеальной зоной для международного сотрудничества, но просто типенной. Потому что участники этого процесса со всех сторон были заинтересованы в том, чтобы поддерживать эту площадку для реализации, в том числе и пропагандистных задач. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Спасибо за внимание. Спасибо.